Жители пяти городов Алтайского края и более чем 20 районов уже прислали свои работы на конкурс, который посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Также видеоролики идут из других регионов. Есть заявки из Республики Тыва и Ростовской области. Работы участников можно посмотреть на официальном сайте фонда Александра Прокопьева. Список пополняется ежедневно. И теперь с историями разных семей может познакомиться каждый. Встретил свою первую любовь после войны? О, не скоро. Когда? Из армии я пришел в 46-м году, а бабушку встретил уже в 55-м году. Так что, блуждала где-то моя любовь долго. Участники конкурса, а в основном это, конечно, школьники, рассказывают о ветеранах и тружениках тыла. Многие, изучая семейную летопись, открывают для себя ранее неизвестные страницы биографии своих прадедов, которые не только воевали на полях сражений, но после победы строили высотные дома, поднимали колхозы, осваивали целину, трудились на промышленных предприятиях. Мы увидели, что это не просто работа с материалом, а это совместное эмоциональное присутствие, совместное эмоциональное взаимодействие нескольких поколений. Детально изучить семейный архив, написать сценарий, снять видео и сделать монтаж – это непростая работа. Да, для тех, кто каждый день снимает видео и выкладывает ролики в Ютубе, это проще простого. Однако у людей, которые этим раньше не занимались, возникают сложности. Участники конкурса обратились в фонд Прокопьева с просьбой увеличить срок приема работ, и организаторы продлили конкурс до 31 марта. Напомним, что главный приз – это поездка на 9 мая в Москву. Авторы еще двух роликов получат ноутбук и смартфон. Все подробности на официальном сайте фонда Александра Прокопьева. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком. Тер evaluate qué режим агрессор正aram которое hoardается может произойти до 8 мая вlate. Все подробности на официальном сайте фонда и наниме. Продолжение следует...